Добрый день, меня зовут Яковлев Николай, я являюсь заместителем начальника технического отдела компании Росклимат Вент. В этом обзоре будем говорить о ВРФ-системах Электролюкс, уникальных преимуществах, позициях на рынке и возможности проектирования данных систем. Шведский концерн Электролюкс продолжает укреплять свои позиции на рынке систем кондиционирования и вентиляции. Благодаря постоянному увеличению инвестиций в разработку новых технологий, компания Электролюкс стала одним из лидеров в сегменте коммерческого кондиционирования на российском рынке. Лидерство в сегменте обеспечивается благодаря постоянному внедрению в производство новых технологий и непрерывной работе над улучшением энергетических, экологических и эксплуатационных характеристик оборудования. Согласно данным маркетингового агентства Лютунчук Маркетинг, ВРФ-система Электролюкс на протяжении пяти лет входит в топ-пятерку лидеров рынка, а по итогам 2017 года заняли второе место по продажам полноразмерных блоков на российском рынке. В РФ-система Step3 7GIG воплощает принцип лидерства в инновации. Они обладают выдающимися инженерно-техническими характеристиками и особой надежностью, что позволяет производителю обеспечивать гарантию сроком до пяти лет. Технические характеристики данной серии являются одними из лучших в отрасли. Флагман модельного ряда ВРФ Электролюкс Step3 7GIG отличается одними из самых высоких показателей энергоэффективности в отрасли. Коэффициенты SER до 8,6, S-COP до 9, широчайшим набором опций, лидерскими возможностями проектирования. Общая длина трассы составляет до 1000 метров, длина от первого рифнета до самого удаленного внутреннего блока до 90 метров. Среди специализированных опций ESV MSF можно выделить Низкотемпературные комплекты SER, обеспечивающие работу наружу блоков при отрицательных температурах. Гарантийная работа в режиме охлаждения до минус 50 градусов. Комплекты DXKIT позволяют подключать наружные блоки ВРФ-системы к испарителям приточных установок, как инверторные ККБ. Система диспетчеризации. Данные системы можно интегрировать в систему диспетчеризации здания по таким протоколам, как MODBUS, KNX и BACNET. Система учета электропотребления. Раздельная система учета позволяет контролировать расход электроэнергии по каждому внутреннему блоку, работающему в ВРФ-системе. Данная функция позволяет использовать ВРФ-системы на всех объектах, где подразумевается, что внутренние блоки будут эксплуатироваться независимыми пользователями, жилые комплексы, торговые и офисные центры с различными собственниками. Программное обеспечение STEP3-7GIG, устанавливаемое на ПК, дает возможность реализовать в системах управления такие функции, как Система учета электропотребления внутренних блоков, дистанционное управление ВРФ-системами, дистанционная диагностика наружных и внутренних блоков. В РФ-системы Электролюкс установлены и успешно эксплуатируются более чем на полутора тысячах объектах, в том числе на таких знаковых объектах, как Стадион Зенит-Арена, город Санкт-Петербург, здание правительства области, город Уфа, музейный выставочный комплекс Новый Иерусалим, административное здание Транснефть Урал и административное здание Лукоил Уралнефтепродукт, город Уфа. На таких объектах, как квартал апартаментов бизнес-класса Only, город Москва, и жилой комплекс Приморский Паркхаус, город Ялта, была установлена система по блочному учету электропотребления. Возможности проектирования ВРФ-системы Электролюкс позволяют создать принципиальные схемы согласно требуемым приоритетам. Классические схемы подключения внутренних блоков Последовательная схема, когда все внутренние блоки подключаются к основной магистрали последовательно Параллельная схема, когда после первого рифнета идут две линейные ветки Смешанная схема, древовидная схема, сложный холодильный контур Давайте более подробно рассмотрим каждую схему подключения внутренних блоков. Последовательная схема От первого рифнета до самого удаленного внутреннего блока можно протянуть трассу до 90 метров Если все внутренние блоки находятся в одной плоскости, то есть на одном этаже Увеличен диаметр трассы от наружного блока до первого рифнета на один типоразмер Автоматически в программе подбора Разница между первой и самой удаленной веткой не превышает 40 метров Учтено рекомендованное количество подключаемых внутренних блоков Чем больше блоков, тем короче трасса Максимальная возможная суммарная длина трассы может достигать 1000 метров Параллельная схема От первого рифнета до самого удаленного внутреннего блока можно протянуть трассу до 90 метров Если все внутренние блоки находятся в одной плоскости Ветки с балансированным соотношением 50 на 50% или 60 на 40% Разница между ветками не более 40 метров для балансировки давления по веткам системы Учтено рекомендованное количество подключаемых внутренних блоков в зависимости от длины трассы Чем больше блоков, тем короче трасса Максимальная возможная суммарная длина трассы 1000 метров Смешанная схема При такой схеме всегда будет превышение рекомендованного количества подключаемых внутренних блоков Поэтому от первого рифнета до самого удаленного внутреннего блока можно протянуть трассу до 40 метров Если длина участка более 40 метров, необходимо увеличить диаметр жидкостной трассы превышенного участка на один типоразмер Допустимое превышение 5-10 метров Максимальная протяженность всей жидкостной магистрали не более 300 метров Давайте более подробно рассмотрим технические решения, примененные на объекте жилой комплекс Приморский паркхаус город Ялта На данном объекте в связи со сложным холодильным контуром для повышения эффективности работы системы было принято решение Завысить диаметр трассы на основной магистрали от наружного блока до первого рифнета на один типоразмер А также завысить диаметр жидкостной линии от участка, где зафиксированное превышение длины флёна провода свыше 40 метров Научный и инженерный потенциал разработки ВРФ-систем воплотился в инновационной линейке оборудования Электролюкс Способный задать тренд в индустрии на ближайшие десятилетия Среди них ВРФ-система «Фрёнвода» с возможной организацией систем горячего водоснабжения и отопления ВРФ-система с рекуперацией тепла и с возможностью одновременной работы внутренних блоков в режиме охлаждения и нагрева Тепловые насосы «Воздухвода» с возможной организацией систем отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения Как вы смогли убедиться, новейшая линейка мультизональных систем кондиционирования Электролюкс ТЭП-3 7-го поколения 7GIG Воплощает в себе последние инженерные достижения в области коммерческого кондиционирования Она создана для решений инженерных задач любой сложности и отличается выдающимися показателями энергоэффективности, техническими характеристиками, многообразием вариантов установки, высокой надёжностью и широчайшими возможностями проектирования Именно поэтому профессионалы выбирают ВРФ-систему Электролюкс Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...